Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Петр Винокуров. И также мне помогает вести программу Ева Кравцова. Всем привет. Также она сейчас является на правах ведущего, поэтому она, собственно, и будет разруливать эту программу. Федя Рычков. Всем привет. И Алексей Андреев. Да, здравствуйте, друзья. Я им буду просто помогать. Они уже совсем самостоятельные, большие, взрослые и все сами умеют и знают. Это круто. Так, сегодня у нас... Ева, рассказывай. Вчера мы, большой компанией ведущих Открывашки, отправились в областной клуб служебного собаководства, где нам показали, как нужно относиться к собакам и какими они могут стать, если с ними не заниматься. В гостях у нас сегодня Елена Владимировна Трапезникова, директор Кировского областного клуба служебного собаководства ДОСААФ России. Доброе утро, Елена Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с вопроса слушателям. Да, ну давайте напомним просто, что у нас есть вопросы и подарки. Звоните по номеру 211-101, чтобы получить приз, если вы ответите правильно на вопрос. Давайте тогда этот вопрос зададим. Ева, может, ты первый вопрос задашь. А может быть ты? Ладно. Так, поиграли в пятнашки. Вопрос такой. Вопрос довольно сложный. На него придется либо хорошо погуглить, либо повезет тем, кто хорошо эту книжку читает. Сколько раз собаки упоминаются в Библии? Вопрос сложный. Давайте 211-101 звоните. Друзья мои, я бы даже попросил поаплодировать такому вопросу, потому что это реально очень крутой вопрос. Я в шоке сам, потому что никогда бы не додумался задать такой вопрос. А там реально прям вот можно посчитать? Ну, если ты читаешь книжку, наизусть, если я знаю, можешь вспомнить. Если очень хорошо знаешь книжку, да, то можно вспомнить. Хорошо. Ты читал? Нет. Ну, так, немножко. Давайте тогда. Да, друзья, не забывайте. 211-101 звоните, мы уже ждем ваших правильных ответов. Мы можем тогда представить нам подарки, озвучить. Ну, я думаю, это, собственно... Ну, давайте. Или сделаем это после первого звонка. Да, лучше это я буду делать после первого звонка. А, уже и первый звонок. Или тогда принимай. А, привет, как тебя зовут? Меня зовут Аня, мне 9 лет. А в какой школе ты учишься? Я учусь в 11-й школе. Понятно. А у тебя есть домашнее животное? Нет. А хотелось бы завести вот собаку или там кого-нибудь больше? Я бы хотела сербернара. Ну, судя по всему, поэтому, наверное, у вас и нет пока собаки, потому что родители к сербернару не готовы. Собака большая, в квартире вряд ли ей будет комфортно. Повторим вопрос. Вопрос был такой. Сколько раз в Библии упоминаются собаки? Их можно существовать? Собаки упоминаются 14 раз. Это правильно. Правильный ответ. Давай тогда мы... Какой приз ты хочешь? Книгу или приглашение? А есть ли билет в кинотеатр смена? Да. Сейчас мы передадим тебя нашему редактору, и он объяснит тебе, как можно будет забрать. Давай тогда озвучим призы. У нас есть книги. Первый – это «Энциклопедия волки» для читателей старше 6 лет, «Энциклопедия собаки и щенки» для ребят старше 6 лет, Эдуард Вартаньен «Путешествие слова 0+, Сэр Стив Стивенсон, «Агата Мистери» и «Загадка фараона» для ребят старше 6 лет, Эдуард Веркин «Настоящее приключение, но считающий гробов» для читателей старше 6 лет, Екатерина Горбунова «Семь нот молчания» 12+. Также у нас есть приглашение. Так, первое – приглашение на двоих кинотеатр «Смена», Ну, его уже, собственно говоря, только что забрали. Приглашение на двоих кафе «Зоки», также приглашение на двоих батутный клуб «Левел Ап» на Суриковой 14, приглашение в драматический театр на спектакль «Чудо Папа» 19 июня в 10.30.00+, и месяц бесплатных занятий в школе танцев «Айрон». Спектакль «Чудо Папа» – это про меня будет, так что, смотрите, обязательно смотрите. Достаточно интересный, пожалуйста, звоните, когда буду задавать вопросы. Давайте зададим вопрос к гостю. Во-первых, для чего мы берем собаку? Давайте вообще дадим возможность Елене Владимировне хотя бы сказать нам «Здравствуйте». Здравствуйте, Елена Владимировна, спасибо, что пришли. Я уже говорила «Здравствуйте». Мне очень приятно у вас находиться, очень интересно все. И вопрос, значит, для чего мы берем собаку? Каждый берет собаку для чего? Кто-то берет, чтобы его охраняли. Кто-то берет для того, чтобы через эту собачку можно самореализоваться. Кто-то берет для себя друга, с которым можно посидеть, помолчать, высказать ему все, что у тебя на душе накипело за прошедший день, предположим. Ну, а кто-то берет просто яркую личность, с которой можно идти и так попендриваться немножко. Вот смотрите, какие он красивый и замечательный. То есть, есть несколько причин, и каждый просто сам для себя уже так подбирает, что важнее. Да. А вот если, допустим, человек неправильно выберет собаку, то есть собака, по идее, должна, допустим, охранять что-то, а он решил ее взять как модную собачку. Ну, если она должна охранять, он решил ее взять как модную собачку. Это идет просто для грейсировки. А вот если выберет неправильно, если он взял модную собачку, например, хаску, которая сейчас в моде из-за того, что у нее голубые глазки. Говорят, спрашиваю, почему вы берете хаску? Потому что у нее голубые глазки. И решил поставить ее на охрану. А этой собаке генетически запрещено быть злобной и является пороком любой ры на человека. Он садит ее на цепь и делает из нее монстра, а у него делать это очень тяжело получается. Вот это тогда очень плохо для всех. И для собачки, в первую очередь, и для хозяина, потому что он не реализовал свои надежды. То есть вы объясняете вот эти основные моменты, которые связаны именно с характером собаки. Конечно. У породы свой характер и свои особенности поведения. Да, и мой совет, прежде чем брать собачку, какую-то породу, вы зайдите в этот же интернет, посмотрите, для чего она предназначалась. И потом, нужно ли вам это? Если вы спортсмен и хотите бегать, там, пробежки, все, вам, конечно, нужно взять энергичную собачку, и хаски тут подойдет, и лабрадор подойдет, все. Но если вы спортсмены берете английскую бульдожку, бульдожник скажет, да ну нафиг, я не приспособлен бегать, мне тяжело, я задыхаюсь. Мопс еще может немножко бегать, я бульдог совсем. Сто метров. Сто метров. Да. Говорит, нам бы лучше на мяконьком полежать, поглядеть, созерцать и пофилософствовать. Яна Дина, а можно еще вот сразу тогда такой уже вопрос? А как часто, ну вот вы отслеживаете, какая самая популярная все-таки причина для того, чтобы приехать к вам, взять собаку, и вообще завести собаку у людей? Вот как вам кажется? Мода все-таки? К нам чаще всего уже приезжают с собакой, а те, кто обращаются, уже конкретно говорят, мы хотели бы такую породу. Да, у кого-то мода, у кого-то просто необходимость взять друга. Есть еще такое направление. У нас с собаками можно идти разное направление. Кто-то хочет в дальнейшем связать свою судьбу с работой собак. Собаки-спасатели, предположим. Там полицейские с собаками в армии. Там есть у нас технологические подразделения. А есть еще спортсмены. Спортсмены – это особая категория. Вот ко мне приходят, занимаются спортсмены. Такие, которые выступают на чемпионатах мира. У нас есть такие. Я их называю маньяками. Потому что они пришли, они ничего не видят, не слышат, они занимаются своим, и выгнать их невозможно. Ушли в свое дело, и все. Им нужно это, это, это. И то, что время уже 12 часов ночи, а им еще нужно отработать. Это нормально. Ну, то есть, как спортсмены обычные, профессиональные, выступающие в каком-либо виде спорта. Ну, маленький нюанс. Спортсмен, когда один выступает, он надеется полностью на себя. А тот должен четко отработать то, что у тебя рядом с левой стороны. Шаг в сторону, неправильное движение. За все это снимается балл. Да, тяжело. Елена Владимировна, как раз представитель Кировского областного служебного собаководства. Точнее, клуба служебного собаководства. Клуба служебного собаководства, да. Расскажите немножечко о своем клубе. Ну, клуб у нас был организован в 1936 году. То есть, клубу достаточно много лет. Он участвовал реально и сейчас участвует в жизни нашей страны. Мы, первое, раньше это было собаки, только служебных направлений. В основном это были овчарки. И была охрана объектов. Дальше было собаки в армии. У нас даже был специальный план. Сколько собак нужно поставить для армии, для милиции и прочее, прочее. Дальше. Годы Великой Отечественной войны. Я рассказывала ребятам, что у нас Чепурская Александра Никандровна была начальником клуба. Там поставляли собак, из которых потом использовали санитарные упряжки, собаки, разыскивали мины и так далее. То есть, собаки с военными профессиями. И в то время, даже голодное время, когда такая собачка там породистая рожала щенков, которые в дальнейшем будут использоваться, им выдавали паёк. Даже выдавали там килограмм овсянки на щенка рождённого. Что, ну, представляете, в голодное время, где там каждая капелька на учёте, это нонсенс, но тем не менее поддерживали. Ну, а в дальнейшем разные направления. У нас до того большое разнообразие. У нас очень много различных видов спорта, где себя можно реализовать. Фристайл, танцы с собаками. Это очень красиво и интересно. Военизированные различные там спортивные мероприятия, где нужно с собакой бегать, прыгать одновременно. Дрессировка, национальные виды дрессировки. Вот сейчас у нас вернулась чемпионат мира Волкомурова. Наталья, команда российская, 45 команд, заняла второе место. Это очень круто. У них входили послушание, защита и следовая работа. И девочки молодцы, конечно. Они выбрали это всё. Сразу глупый, нескромный вопрос напрашивается. А кто первая? Немцы. Немцы. Со своими немецкими овчарками. Нет. Нет. Там были бельгийские овчарки. А сейчас будет готовиться к чемпионату мира среди всех пород. Но у нас в Кирове достаточно сильные дрессировщики. Ну вот сейчас вот у нас, вот можете представить себе, вот сейчас занимается группа у меня следовой работы. Что такое следовая работа? В 6 утра нужно быть в Порошино. В 6 утра. Если у тебя машина, нет, ты собачки должен быть там работать. А тот, который ведёт эту, он приходит за 2 часа, то есть в 4 утра, чтобы продолжить след, который должен быть не очень свежий. Елена Владимировна, это потрясающе. Вот я, я правда не знал, ребята. Ну вы-то уже успели познакомиться, вы побывали там на месте. А я просто не могу это не рассказать. Ну нет, я имею в виду, что вы хотя бы уже видели примерно, как это выглядит. Я, честно, не в теме совершенно, то есть не был никогда у вас. Елена Владимировна, давайте вопрос сразу, чтобы наши слушатели тоже оживились и принимали участие в нашем диалоге. Вопрос к слушателям. Да. Какой-нибудь такой сложный. Сложный и простой. Интересный одновременно. Так, ну, я не совсем немножко к этому готова, но попробуем. Вот есть такая модная порода, йоркширский терьер. Для чего выведена была эта подсобачка? Вот самая гламурная порода на сегодня, которую он носит на ручках, в бантиках, в одежках, подстригает всё. Вот для чего она выведена была. Вот йоркширский терьер. Там, мало ли, вдруг, если возникнут, вдруг у вас написали. Здравствуйте, йоркшир она была выведена. Вот для чего. Великобритания. Йоркшир. А как вы думаете, можно ли воспитать таким же образом, каким вы воспитываете собак, каких-то других животных? Кошек, черепах, хомячков? Насчёт черепах и хомячков не знаю, но в 12 лет первым моим воспитанником у меня собаки не было. Была кошка, которая научила меня вести себя достаточно правильно. И она у меня была такая, мы её так Боярни Морозовой называли, такая очень властная, серьёзная. Ей нельзя было очень сильно диктовать. Она работала тогда, но её нужно было заинтересовать, чтобы ей было интересно с тобой работать. Вот этому она меня научила очень хорошо. Кошки великолепно поддаются дрессировке. А есть породы, с которыми, ну, собак, с которыми у вас возникали проблемы в дрессировке? Какие-то, которые как кошки, как, например, акиты. Акиты. В основном проблемы возникают с хозяевами. Я эти обучаю. Вот собаку мне обучить гораздо легко, проще, чем объяснить человеку, сделать это же самое. Потому что люди – это индивидуум каждый, и у каждого своё мнение и взгляд на жизнь. Самое главное – вот это сделать так, чтобы было правильно, и тогда всё получится. Замечательное предложение. Принимаем, да. А, может, Ева ещё не принимала? Хорошо. Привет. Привет. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Вика, мне 13 лет. Где учишься? В Кэпле. Есть ли у тебя питомцы? Нет, к сожалению. А хотела бы кого-нибудь? Ну, да, я хотела бы себе бы шпица. Понятно, хорошо. Померанского. Вопрос был у нас. Вопрос, а для чего была выведена собака такая, как... Порода, порода, да. Да, как порода собаки. Йоркширский терьер. Йоркширских терьеров вывели, чтобы они ловили крыс. Да. Это правильно. Это правильно. Это правильно, неприятный ответ. Нет, а длинная шерсть у них была для того, что она покрывается грязью, как корка, и бывает броня для того, чтобы спасти это вот маленькое тельце от укусов крыс. То есть, чтобы крыса не укусила просто, да? А какой бы ты хотела приз? Приглашение в батутный парк. Отлично. Мы тогда передаём тебе редактору, тебе расскажут, как его забрать. Так. Продолжаем, да, друзья, напоминаем, если что, звоните нам по телефону 211-101. Как только знаете ответ на вопрос, который мы задаём в эфире сразу, можете уже набирать. Давайте сразу вопрос, ребята, кто-нибудь тоже, чтобы продолжать. У нас новая фишка. Мы задаём вопросы по уже сказанному материалу в программе. Это был вопрос на внимательность. Супер. А в каком году был открыт клуб служебного собаководства? Эта дата уже упоминалась. Да, программа. А сколько вам требуется времени примерно, чтобы научить хозяина работать с собакой? Это всё зависит от того, какой попадётся хозяин. Иногда бывает очень быстро всё. Но вы знаете, вот общаясь... Какой рекорд был? Рекорд. Ну, насчёт рекордов не знаю, но вот одно-два занятия вполне достаточно. Вот у меня была такая... Ко мне пришла женщина с собакой породы Кадыбо. Это майорский док, майорский мастиф. Это очень серьёзная собака. И вот она такая пришла, такая вся какая-то несчастная, подавленная. Собака не слушается, полная, не подходит к хозяину, хулиганит, бросается на людей, бегает за машинами. Мы поработали с ней три занятия всего. И вот она пришла ко мне в понедельник, в среду и в пятницу. И в пятницу, в конце занятия, она сказала, огромное вам спасибо. Эту собаку в следующий понедельник поставлена была на усыпление, как неуправляемая собака. Сейчас мы будем её держать столько, сколько она проживёт. Потому что собака вполне управляется. То есть вот те, которые проблемы у них были, можно было решить, приходив к нам, позаняваться вот три занятия для собаки, которой около двух лет. То есть до двух лет они мучились с этим совсем. А оказывается, это всё здорово и интересно. А у вас есть какой-то отдельный курс для воспитания именно щенков, то есть с раннего возраста? Мне больше нравится, когда приходят смешанные группы. У меня, например, занимаются и в группе и огромные азиаты, и маленькие, там уже взрослые, и маленькие щеночки Йорков, Чихов. Там идёт разная ростовая, ростовой разный барьер, и также и по породам различные собаки. И вы знаете, что самое интересное? Вот маленькая собачка, она чаще всего это большая собака в маленькой упаковке. Вот у них большая часть комплекс Наполеона. Они самые главные и самые важные. Вот у меня была такая чихуа, девочка, вот когда там хозяйка бросала предмет, который надо принести, все остальные собачки сидели рядом с хозяевами, и она так гордо, важно, не спеша шла за этим предметом. Если кто-то там мордой попытался тоже сбегать, попытку нет в эту сторону опорта, когда кидали тоже это делать, она забирала опорт, подходила именно к этой собачке, укладывала этот опортик на пол, она так говорила, гав, забирала и важно уходила. Вот мы от этого просто все балдели, а то у неё была такая фишка, она показывала тут. Ай, моська, знать она сильна, да. Нет, это личность, это не моська. А если вот взрослая собака, которая всю жизнь почти прожила, не особо воспитана, и можно ли её воспитать, и сколько это времени занимает? То есть убрать привычки вредные, например? Да, ко мне самую старшую собаку приводили, это 12-летнюю, гончую, они собрались ехать на встречу с охотниками, эта собака бросалась на всех собак и лаяла, как сумасшедшая. Ну, мы за занятие, к концу занятия она вела себя прилично. Понятно. Ей объяснили, что так делать нельзя, и всё. Трёхлетнего мопса возьмёте на воспитание, да? Без проблем. Просто у нас есть у соседей тойлер рыжий, вообще невоспитанное создание. Вы знаете, собака она то, что хочет от неё хозяин. Нужно подумать, что вы от неё хотите, и дальше уже вот в эти рамки, и это будет интересно, ведь это можно преподнести собаке как игру, где интересно, весело. Вот вы у меня ещё не видели спортсменов, как они занимаются. Если бы вы увидели, как готовятся спортсмены, вы бы сказали, это что-то из сумасшедшего дома. Потому что они бегают, прыгают, они могут упасть на пол, кататься с ней там, играть, прыгать. И это всё должно быть там, например, у них там эта похвала идёт, да, ты супер, ты молодец, ты классный! Или там, нет, что? Вот такие вот эмоции тут могут сразу, моментально сразу переключаться, всё это, и собаки это реагирует, им весело, им интересно. А можно ли приходить? Слушайте, у нас задатки спортсменов, мне кажется, мы всё время с собакой дурим, валяемся на полу. Кто так делает? Есть у кого-то ведь собаки? Да. Точно так вы идёте себе, да? Так что можно попробовать себя ещё и в спорте. Мы все немножечко кошки и собаки. Вы знаете, что такое собака? Это собака, это немножко можно почувствовать себя, немножко больше ребёнком вернуться в детство, раскрепоститься и всё. Ко мне приходят целыми семьями заниматься, когда они бывают немножко жатые, такие всё. И вот если у меня первые полчаса идёт там чисто дрессировка, там сидеть, лежать, ждать там, команда рядом, то вторые полчаса мы расставляем препятствия различные, и там у меня всей семьёй дети, папа, мамы, собаки. Бегают, прыгают, ползают. Вот это всё, вот это вот по залу 350 квадратных метров, это всё скачет, это всё интересно. Причём маленькие дети старательно берут барьеры, начиная от трёх лет. Ну и вот. И при этом всё классно. Я получаю, это тоже такой кайф. Конечно, безусловно. А можно ли приходить в клуб без собаки? То есть есть ли какие-то курсы или консультации? Или вот помощь кому-то нужна, помогать? Можно, конечно, можно, конечно. Можно по различным вопросам прийти. Перед тем, как завести собаку, я вообще советую, вот у меня занятие в понедельник, среда, пятница, 7 вечера. Выберите, придите и посмотрите, как проходят занятия, и посмотрите, какие собаки, как и где. Что вам нравится, что не понравится. Ведь заниматься можно, у нас почему-то идёт такой комплекс. Они породистые, они умные. Да ладно, у нас дворняжки, знаете, какие чудеса дрессировки показывают? Это вообще так что... А ведь раньше даже существовало некое, ну, я не знаю, полулегендарное такое убеждение, что дворняжки, они больше даже поддаются дрессировке. Ну, как-то они отзывчивее на некоторые команды, быстрее. Это жизнь. Почему? Потому что они очень сильно идёт отбор у них. Им нужно выжить. Им нужно быть добрым человеком, если он хочет жить в семье. Им нужно заинтересовать этого человека, чтобы он забрал. И они очень благодарны. Вот мне говорят, вот если мы возьмём собак подрочную, взрослую, мы её не приучим. Да ладно. Они настолько благодарны, что у них есть хозяин, или когда смена у породистой собачки проходит второго хозяина, они просто панически боятся, что их ещё раз придадут и отдадут. И они за своего хозяина вот так вот очень держатся, они любят. Его очень сильно, гораздо больше, чем первого. А вот можешь такой вопрос задавать? А во сколько... Только повтори вопрос, если несложно. Мне кажется, кто-то у нас не услышал до сих пор. Вопрос был про год основания. В каком году был основан клуб служебного собаководства в Кировской области? И большая подсказка, можешь просто зайти на сайт. Да. Официальный сайт этого клуба. И там написано... Вконтакте. И группа Вконтакте, да. А у меня такой вопрос. А во сколько... Ну, в каком возрасте нужно брать собаку? Вот минимальным, то есть... Ну, минимальным, как уже повезёт. А в возрасте человека или собаки? Ну, в возрасте человека. Человека? Ну, как ты будешь к этому готов? Понимаете, я не совсем согласна. Вот у меня был случай. Ко мне пришла семья с английским кокером, с панелем. Старшей девочке было где-то лет 10-11. Там всё нормально, всё хорошо. А младший, поздний ребёнок, 4-летний, очень симпатичный ребёнок. Вот когда они у меня были, этот ребёнок подбегал собачке. Собачка тоже была 4 месяца английскому кокеру. Он её хватал, прищипывал, потом убегал. Собачка бежала, догоняла его тоже, прихватывала всё. Я говорю, вы знаете, у вас растёт расстрельная собака. Так нельзя делать. Папа говорит, да ладно. Я говорю, вы знаете, что эта собака в дальнейшем искусает вашего ребёнка очень сильно. Вот это запрещено делать. Играть можно так, чтобы не было никаких покусов, ничего. А у вас прямо тут это. В 9 месяцев папа сказал, ну, расстрельная, потому что я военный, я и расстреляю. В 9 месяцев мне эту собачку привели. Она покусала ребёнка, порвала связки на ноге. Я говорю, что ты не стрелял-то, ты зачем мне свои проблемы привёз? Я же тебя предупреждала, нельзя так делать. А вот я должна с этим теперь жить, устраивать его за счёт того, что я добренькая такая. А кому такая собачка нужна, которая кусает в семье детей? Как с ним быть? Ну, забрал, через 2 недели опять привёл. Там ещё были покусы ребёнка за лицо. То есть это уже стопроцентно, так будем говорить, усыпление должно быть. Сейчас у нас эта собачка живёт. Мы её там взяли, взяла у меня её дрессировщица. С этим английским кокером занимается. Она следовой работой, собака работает так, что супер. Можно посмотреть вот так вот это. Ну, это нормальный результат это показано. Мне кажется, просто такой случай. Ну, все представляют, да? Вы видели же кокер спине? Да, у меня такое ощущение, что эта собака в принципе тоже, вот как и хаски, наверное, не должна на людей нападать. А вот тут просто, мне кажется, очень сильно испортили собаку. Да. Сразу. И такая испорченная собака может любоить породой. Почему ты считаешь, что если собака хорошо храняла, с детства её нужно злить? Не надо. Для этого специально есть человек, называется он фигурант, лицензированный, который прошёл специальные допуски. Вот он вам поможет поставить собаку на защиту, на охрану так правильно, чтобы собака защищала вас и вашу семью. Но не нападала. И была неприветлива, нападающей. Но семья у неё была на первом месте. Вот это вот очень важно, понимаете? Не надо заниматься. И ещё у нас правило, когда ко мне обращаются. Нам нужно поставить собаку на охрану. Я говорю, только через послушку. Вот пройдёте послушание, будет управляемая собака, тогда я вас отправлю на защиту. Всё. А вот у одного производителя корма, педигри, была такая программа. То есть они брали собак и набирали группу детей летом. И давали детям дрессировать собак, которые хотели завести собаку. И те, кто отсеивались, они отсеивались. А те, кто доходили до конца, то есть они получали собаку, их родители понимали, что они готовы заводить собаку. А у вас бывают такие программы? По такой программе в детстве попала я сама. Я пришла в клуб юных собаководов. Родители мои никогда не купили бы мне собаку, тем более овчарку. В то время она стоила 25 рублей. При зарплатах средних 80-100 рублей, так будем говорить. И так получилось, что в клубе юных собаководов из Москвы привезли двух собак. Из питомника «Красная звезда» из легендарного. И одну из собак на совете клуба решили подарить мне. Собак назвали «Ки-Мо-Киров-Москва» и «Мо-Ки-Москва-Киров». Вот такая собака первая моя собака в жизни, серьезная была, с которой я занималась. Это для меня было великое счастье. Это счастье нужно было презентовать родителями. Когда я пришла домой, мама сказала, ну, я не знаю, что там скажет папа. Мы не знаем, как теперь с этим жить. Да, папа пришел, я говорю, папа, мы приехали в «Москвичи», клуб собаководства показателем будут делать. Он говорит, меня пригласишь? Я говорю, да. Двух чиновчиков привезли. Он говорит, ну, не седу. Я говорю, я уже принесла, все. Вот так вот у меня, вот так вот повезло. Ну, немножечко схитрили, папа, оказывается, сам предложил принести. Да, 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 мы воспользуем. Он сказал, нет, ну, тут это да, он не ожидал такого. Друзья, музыкальная пауза. 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 Так что, амопсы очень хорошо подвезли. Человек, собаке, друг. Человек, собаке, друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается. На прохожих не бросается. Волю и на кошек ноль внимания. Вот это воспитание. Продолжаем, дорогие друзья. Небольшая была музыкальная пауза. Напомним, кто у нас в студии. У нас в студии Раджков, Федор, Петр, Винокуров. И Ева. А также у нас ведущий Алексей. В гостях у нас Елена Владимировна Трапезникова. Директор Кировского областного клуба служебного собаководства ДСАФ России. Нет, без ДСАФ. Уже без ДСАФ. Давайте тогда. Мы задавали вопрос. Так как пока на протяжении практически половины программы. Ну, третьей, четверти программы. Другой вопрос зададим тогда. Да, давайте тогда, может, ответим на этот, чтобы просто узнали. Напомните просто. В 1936 году был основан Кировский клуб служебного собаководства. Мы эту дату пометали. Вот. А вопрос следующий задаст. Я вас задашь вопрос? Ну, какие фильмы вы знаете с участием собак? Хотя бы два, да? Достаточно будет двух фильмов? Ну, думаю, да. Именно фильмы. Да, два фильма, пожалуйста, назовите с участием собак. Самое популярное. Ищите сразу, вспоминайте, что смотрели. И звоните нам 211-101. Подолжим. А каким командам вы считаете обязательно научить собаку? Есть вот команды, которые важные, а есть команды такие, как умри, декоративные. В общем, собака должна быть в радость хозяина, не заставлять проблем окружающих. Значит, она должна ходить, уметь рядом. Первая команда. Вторая команда, ко мне обязательно. Собака в любом случае должна подбежать на ваш зов. Команда, ко мне обязательно. Дальше. Сидеть, лежать, стоять. Это послушание. Ну, не просто так, а чтобы с выдержкой. Сидеть, ждать. Ушли. Вернулись, подошли. Да, ты супер, классная. Собачка, ты молодец, выполнил. Вот послушание хотя бы необходимое вот это все должно быть. А экзотические команды у нас там, змейка, восьмерка, кувырки. А еще перепрыгивали через руку собаку. Да, через руку, там на ручке. Еще вот не показали, расстилается пледик, собака ложится и так закатывается. И закрывается. Да. Кувыркается, закрывается. Готовая шаурма. Да, да. Мы так и называем шаурма. Корейская шаурма. У нас звонок. Ужас, да, звонок принимаем. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты учишь? Самылова Полина, мне 11 лет. А у тебя есть какое-нибудь домашнее животное? Да. Кто? Собака. А мне напомнили просто, слушательницы, кто у меня. Что за порода? Малтийская балунка. Малтийская балунка. Отлично. Тогда отвечай, пожалуйста, на вопрос. Вопрос был. Просто два фильма любых, в которых фигурируют собаки. Белое им, черное ухо. Да. А второй? Сейчас. Ну, показалось, что там прям как-то вот, прям показывают этот фильм, потому что там идет прям название. Да. Хатико. Хатико. Получил ты фигуришь в жалобные фильмы. Да, да, да. А ты смотрела Хатико? Полностью. Эх, коварный вопрос. Это уже не имеет отношения в любом случае к тому, что ты сказала, поэтому поздравляем, подарок уже твой. Да. Я до сих пор очень часто смотрю Бетховена. Бетховен? Потому что он не такой печальный, и его можно смотреть бесконечно. Повеселее. А можно я еще расскажу насчет фильмов одну историю? У нас в клубе служебного собаководства занималась девочка Йодинцева Татьяна с лабрадором Жозефом. И она решила ему сделать артистичную карьеру артиста. Она отправилась в Москву на пробы, и тогда сериал «Лесник» был, и вот Жозик у нас попал в этот сериал, и три серии. Так, кто-то еще там? Да. Собыли про призы. Подарок, подарок. Мы передадим вас нашему редактору. И Жозик снялся в трех сериях. Потом Татьяна приезжает и говорит, все, выставочная, артистичная карьера закончена, я делаю из него чемпиона по дрессировке. Он говорит, ну как, в Москве деньги платят, он с Булдаковым, со Штефанко снимается, твоя собака престижно здоровая. Он говорит, не хочу, его зазвездила. Вот представляете, собак звездит так же, как и людей. Он говорит, как камеру увидит, он на нас не обращает. Ну, Таня сделала карьеру по дрессировке. И дальше Жозик вернулся опять в кино. И был снят целый сериал, я не знаю, помните ли, видели ли вы его. Называется «Второе зрение» про лабрадора и про полицейского. И там Жозик показал себя очень… В главной роли уже. Да, в главной роли. И плюс к этому, ко всему, артисты, когда закончили снимать этот сериал, сделали такой подарок для Жозика и вручили его как одному из самых умных собак-артистов. И Жозик у нас, сейчас Татьяна живет в Москве, он снимался в передаче у Ивана Урганта, когда презентовали этот фильм. Был в передаче у Елены Малышевой в прошлом году, новогодней передаче. Я выбрал девочку, инвалид на коляске, и устроил самостоятельно около нее такое шоу, что привлек всех. Была прежде всего счастлива девчонка эта, что такое ей внимание. Так что вот вам, пожалуйста, собачка тоже может быть и артистом, и вести себя так. Почему большинство современных фильмов про собак, именно фильмов, такие грустные? То есть вот последний вышел фильм «Собачья жизнь», уже вторая часть? Ну, наверное, для того, чтобы привлечь внимание к каким-то проблемам, чтобы относились к собаке не как к игрушке, а как к личности, и относились серьезно, потому что, к сожалению, у нас и к людям некоторые относятся не очень. А вот это все начинается с малости, с маленькой божьей коровки раздавленной и так далее идет. Кошечка с собачкой. Ну, зато радует, что есть немало мультиков веселых, где собак и собачья жизнь показаны уже в таком позитивном свете. Скажите, а вот самые простые команды, вы сейчас рассказываете про сложные какие-то вещи, когда артистом становится собака, когда с ней спортсмены занимаются усиленно. А вот самые простые команды, базовые, о которых вы говорили, вот это послушание. Может человек, не приходя в клуб, какие-то получить такие основы, как научить собаку элементарной команде ко мне? Есть интернет, можно, конечно, все равно. Работает интернет или не работает в этом плане? Понимаете, тут идет такое. У человека и у собаки есть такая вещь, как тип ученики на деятельности. И когда они приходят ко мне, вот я смотрю и говорю, я сразу же составляю такую схему, как такой команде научить за счет чего, чтобы хозяин эту команду командовал, собака выполняла, как их вместе совместить. Потому что по раздельности они бывают, каждый на своей волне, и длится это очень долго и муторно. А научить можно буквально за одно занятие, за одно занятие можно научить. А вот как с нуля научить собаку команде сидеть? Это вместе с ней садиться, показывать на своем примере? Или тоже ей ролик показывать? Мне кажется, дольше будем мы сидеть, чем с собакой. Или попу ей опускать рукой? Это из серии, сейчас я вам расскажу, это из серии, звонок у меня тоже. Так, здравствуйте. Вот я свою собаку взял из приюта, дрессирую ее, купил специальный корм для длитировки, кормлю, команды даю, она все равно ничего не делает. Причем это не анекдот этой жизни. Нет, нужно взять вкусняшку и завести собаке над головой так, чтобы она там видела на определенном так это уровне, чтобы она у вас не подскочила, не схватила эту вкусняшку, а она смотрела за ней глазами, и когда ей будет совсем неудобно стоять, она сядет и сказать, да, сидеть, хорошо, молодец, и все. Понятно. Более легкий вариант. Зашинчик попу нажал, сидеть, да, молодец ты, и все. И все. Круто. Давайте тогда вопрос зададим, еще один. Ага, ну давайте. Вот такой вот вопрос тоже из ряда фильмов. Назовите актера, довольно-таки известного, как раз сейчас фильм недавно вышел, там он участвует, этот актер, который исполнял роль человека, у которого в помощниках была говорящая собака Мопс. Сложный вопрос. Нет, не сложный. Ну, те, кто... Фильмов с Мопсами в главной роли не так много. Те, кто разбирается, те, кто киноманны, звоните по номеру 211-101. Или у кого есть Мопсы. А вот такой вот еще вопрос вот как раз к Елене Владимировне. А вот если собака провинилась, то есть если там, не знаю, написала там или что-то, или что-то, в общем, что-то из ряда вон, что не свойственно вот благородной там собаке, как ее наказывать? Вот в первую очередь, если вы пришли домой, и у вас дома разгром, а собака радостная и счастливая бежит с вами и говорит, о, кого я вижу, я соскучилась. С новыми порванными туфлями бежит с зубами. Нет, она без туфеля, она бежит так, говорит, я тебя рада видеть, а хозяин говорит, кто это все сделал? И начинает ее наказывать. За что он наказывает? За то, что она обрадовалась ему. Наказывать нам на месте преступления – это первое. Запомните, иначе наказание будет недействительное. Второе. Наказывать можно по-разному. Если крупную собаку, можно там это, ну, в первую очередь, показать, что ты недоволен любой собаке, надо там это поручать. Ну, что сделал? Там за школьной подругой, кто вот тут делал? Сейчас вот прямо при мне кто делал? Вот. То маленькая, которая там килограмм весу и на руке, ее встряхнуть-то нельзя. Вот, поэтому на них нужно обязательно обижаться. И я спрашиваю, сколько вы терпите? Час? Два? Так. Кто это сделал? Так, убирайся, мне такая собака не нужна. Все. И час не разговариваем. Не только вы, все остальные. Это очень хорошее наказание. А вот если у вас, к примеру, щенок… Тяжело ведь так, да? Сложно. Сможете терпеть час собакой, которая вот приходит вот этими глазами своими сморами? Вот я спрашиваю, сколько вы держите? Да. Если у вас щенок, к примеру, 6 месяцев, и у него режутся зубы, то как его оставлять одного дома, если вы уже понимаете, что он все сгрызет? Ему клетку нужную? Обязательно. Вот на некоторые породы, я просто предлагаю, понимаете, некоторые считают, что клетка – это тюрьма. Правильно подобранная клетка – это суперкоттедж для собаки, его личное пространство, куда хозяин не ползает, и все остальные. Это его площадь, его территория. И если, я считаю, что нормальная клетка – это будет намного дешевле, чем мебель, обувь. Разодранный диван, сломанная люстра. Обои и так далее. Это все намного дешевле, поверьте. И потом я всегда говорю, если вы покупаете лабрадоры и хаски, первое, перед тем, как купить щенка, вы должны купить большую клетку размером пятерка, чтобы она в дальнейшем можно где-то оставлять. И это в любом случае, понимаете, вы, когда уходите, закрываете собачку там, но вы оставляете игрушечку, попить пеленочку, где он сходит в туалет. То есть вот это все нормально. А вот когда взрослая собака будет ее тоже оставлять в клетке или просто оставить в клетку, как ее домик, или же площадь свою? Вот это да. И плюс вы поехали куда-то на природу, вы взяли с собой это, разместили, это складывается все. Чтобы не стрессовать собаки. Это и не стрессовать собаки. Вот поехали на выставку, взяли с собой клеточку, разместили сверху простынку, накинули, собака дома. Никто не ходит, не мешает, на лапы не наступает и прочее, прочее. Все классно. Смотрите, вот по поводу, опять же, команд. Как быть в ситуациях, ну, может быть, ребята тоже сталкивались с таким, когда собака слушает и понимает, ну, выполняет команды только одного члена семьи. То есть остальные могут говорить, но она как будто бы их игнорирует. Что вот в этой ситуации? Ну, значит, приходить... Альфа-самец, получается, есть для нее и все. Приходить на занятия всей семьей. Понятно. Все, совет понятен. Нет, у нас так и делают, и действительно, всех. Ну, часто такое бывает вообще? Ну, собака, она, вот, все зависит от характера собаки. Есть сильные очень личности, и они воспринимают вот хозяина как вожака, а остальные для них не существуют. И когда с ними начинаешь заниматься, они воспринимают остальных, ну, так, снисходительно, но они все-таки управляемые. А как вы считаете, нужен ли собакам намордник на прогулках? Обязательно. Обязательно. Намордник – это вообще классная вещь. Это три в одном. Это первое, чтобы на тебя не бросались люди и не говорили, что там это опасная собака. Второе, самое главное. Чтобы собака ничего не съела. Да, она правильно подобранный намордник – это классная вещь. Вот есть такие пластиковые, удобные наморднички, легонькие, которые при любой, если она даже там порылась в какой-то куче грязи, все это промывается, все это аккуратненько. И есть такие нехорошие люди, как Догхантеры. Вот этот намордник… Да, да, да. Вот намордник – это первое дело. Намордники есть даже для мопсов. Они, знаете, как клювики, уточки вот такие, чтобы не подобирал. Не так вот это все, а вот так. Это очень оригинально смотрится. Мы будем смотреть на интернете. Я себе представил уже. На Алиэкспрессе даже бывают намордники, которые, знаете, морда собаки, ну, в виде морды собаки, так, с крюками, с зубами, с кровью. Да, 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 такое тоже. Вот опять же, зная своих соседей, я думаю, если я выйду еще с таким намордником, они у меня мопсы где-нибудь поймают. То они сами на газоне наделают. Нет, это с таким намордником, с кровью, так, вам нужен намордник? Да, тебе такой страшный намордник, любуйтесь в этом. У меня очень тихая собака, надо, чтобы ее хоть кто-то боялся. Да. Давайте еще один вопрос. Так, а вот, возможно, ну, скорее всего, у большинства детей, у большинства детей, как и я, как и много кто, они хотят себе, допустим, завести собаку, но родители по какой-то причине им не разрешают. Вот позвоните нам и скажите, почему ваши родители не разрешают, и как вы считаете, какую собаку, какую породу можно завести, чтобы, скажем так, ублажить ваших родителей, чтобы они разрешили вам ее купить? Серьезный вопрос. Кстати, у меня... Ребята, подумайте. 211-101, звоните, это вопрос в эфир. А как убедить родителей, что вам нужна собака, и что вы к ней готовы, что вы сможете за ней ухаживать? Есть ли... Соглашение, договор, условия... Ну, в письменной форме, конечно, причем прописать условия невыполнения договора. Вот у меня так, собственно говоря, мопс появился, потому что у меня очень дочь хотела в дне рождения именно мопсика. Работаем, живем и заботимся о собаке большим... Нет, вот как убедить родителей, что вы сможете за ним ухаживать? Есть ли как-то, не знаю, собаки-тренажеры? Вот, ну да, можно прийти с родителями, и вы можете сказать, да, вот если бы у меня была собака, я занимался тем-тем-тем-то, а так как у меня нет собаки, я не знаю, чем заняться, и меня может понести в другую плохую сторону. А вот это может меня сдержать. Вот немножко такой мини-шантаж. Ну, а вообще-то собака, она требует, чтобы за ней ухаживали, смотрели. Это очень много положительных качеств. Но, вы знаете, к сожалению, практика показывает, что заводит собаку для детей, а потом занимается с ней родителями. И тот, кто против всего, как правило, бывают папы, они потом приходят и бегают, и скачут, и получают огромную воду. И все говорят, вот я для ребенка завел, ну это так классно. А теперь это мой большой друг. С утра погулять, вечером, днем. Федь, задай еще раз вопрос, пожалуйста, чтобы у нас есть время, как раз вы успели ответить слушателям у него. Возможно, большинство детей, которые нас слушают, родители не разрешают подарить, ну, купить собаку, завести. Какую породу собаки вы можете предложить своим родителям, чтобы она им понравилась и почему? То есть объясните, почему именно эта порода подходит в вашей семье, почему вы так думаете? Вот поразмышляйте на эту тему, и мы ждем от вас ответ по телефону 211-101. А как вы думаете, если взять собаку на передержку и к вам походить, то поймут ли родители, что вы готовы к собаке настоящей? Я думаю, что да, потому что те результаты, когда вы берете собаку, и потом тут же начинаете показывать. Вот знаете, у меня за час занятий пришедшая собачка с ноля, через полчаса, не через час даже, а через полчаса, она уже сидит в общей группе на выдержку с собаками, и ваш МОПС тоже будет и сидеть, и лежать. Стоять уж не будем, это более сложно. Вот, по команде. Где вот сидят там 10-15 собак, и ваша такая маленькая сидит там рядом с азиатами или еще что-то, у меня очень много таких фотографий есть. И это прям так, знаете, вдохновляет. А остальные полчаса она преодолевает все препятствия вместе с вами, и это такой кайф. Это вообще здорово. То есть у вас есть и индивидуальные занятия, и группы? Да, но вот честно говоря, индивидуальные занятия не очень люблю, потому что собаку берут для того, чтобы она была социализирована, чтобы она вела себя прилично, не под колбаком в одном месте, а среди. То есть перед другими? Да, с людьми, собаками, да, она вела себя прилично. Но у меня одно условие. Собак, которых приводят ко мне, хозяева, собаки общаются только с хозяевами и людьми. Собаками мы играть не отдаем. Это вот одно из таких путев. Везде можно, а на улицах... Потому что собака приходит заниматься, она приходит на учебу. То есть на занятия нельзя, а везде в остальном месте можно? Это уже хозяин сам решает. Но вот у нас у спортсменов, например, собачки между собой, как правило, резко когда играют, они играют только с хозяевами. Это более для лучшего контакта. В общем, маме Лене я позвоню, скажу, что все, пора заводить Еве собаку. А есть собака уже сейчас? Нет? Она очень хочется, я правильно понимаю. Ну, вообще у нас соседи уезжают куда-то в Америку, насколько я помню, и мне оставляют собаку. Ну, не только мне, но как бы... В общем, всем, кто может... Вот, что хочешь с ней делай, приходи поиграть. А порода? Тойлер. Тойлер. Да, норвежский ретривер, по-моему, и как-то... Да, приходите, приходите. Ретриверы вообще собачки... А золотистые вот эти? Ретриверы, они вообще, собачки очень легко поддаются дрессировке, с ними интересно работать, они контактны с человеком, так что приходите. Елена Владимировна, вот можно перед финалом программы задам вопрос, который часто беспокоит людей, не имеющих собак или относящихся к ним, ну, скажем так, прохладно. Как собаку воспитать, чтобы она любила людей? Ну, вы уже, в принципе, рассказали некоторые моменты. А как сделать так, чтобы человек перестал бояться собаки? Опять же, приходите к нам, мы вас научим. Ко мне приводят время от времени ребят, которые были испуганы собаками. Да, часто такое бывает. Мы занимаемся с этим, и очень хорошие результаты. Мы подбираем добрую собачку, и очень хороший результат. Ну, то есть, это реальный эффект есть, просто у меня у близкого друга, ребёнок, ну вот, видя собаку даже очень маленькую, на расстоянии 20 метров, к сожалению, в детстве, в самом глубоком его очень сильно напугала собака, к сожалению, не очень воспитанная. И вот у него сейчас абсолютно такая дикая реакция. У нас приводили ко мне мальчика, которого покусал йоркширский терьер, которого они взяли из приюта, вот такая вот катавасия. Ну и вот. И вот он, ну, просто боялся его даже вот задеть. Вот так шарахался. И делали так. Я гладила эту собаку, ребёнок, руку свою на мою руку клал, и вот так мы вместе, а потом потихонечку я убирала. И знаете, чем у нас закончилось? Тем, что он у меня выступал на показательных выступлениях с этим йорком самостоятельно в дальнейшем. А нужно ли бояться бездомных собак? Просто некоторые прям панически их боятся. Знаете, когда человек боится, он выделяет адреналин. Адреналин – это для собаки команда фас. Это дичь, которую нужно поймать. Поэтому мой совет. Вот вы видите, вообще, бездомную, небездомную собаку. Отойдите от неё. Обойдите, где они там находятся. Не надо смело идти через это. Вот я могу пройти смело. Через это меня не искусают, потому что я там знаю, как себя вести. А вам не надо экспериментировать. Отойдите от неприятностей в сторону. Всё, это самый наилучший вариант. А вот есть ли такая ситуация? Вот я недавно шёл. Ну, у нас, скажем так, недалеко от моего дома есть собака, которая сидит и ждёт своих хозяев. И она за мной шла на протяжении метров сорока где-то, просто у ног. Ну, может, она с тобой пообщаться. Хотелось ей скучно стало. Она решила не быть. Агенокая, грустная, грустная. Тебе компания. Понимаете, собаки очень понимают всю интонацию. И когда нотки страха проскальзывают, они говорят, о, да я герой, а это жертва, ну-ка будем играть в такую игру. Вот эти игры очень опасные. Просто у нас была огромная проблема. Мы, у нас недалеко от дома, было место в скоплении бездомных собак. Собаки такие были не агрессивные, хотя достаточно крупные. То есть метисы, помеси какие-то. Я живу рядом с ним, поэтому я знаю это. И мы с ними всегда дружили. То есть, типа, когда видим эту собаку, подходим, гладим, иногда что-то даем вкусное. А потом появилась такая проблема, что одна из собак, светлая, начала кусаться. И мы теперь не знаем, что делать. Ну, лучше, конечно, обходить все это. Вот понимаете, как правило, бездомные собаки крайне редко нападают просто так на что-то. Они нападают или охраняют территорию, или идет у них свадьба, они охраняют свою невесту, или же вот это вот от человека исходит страх. Вот он пришел, ой, собака, я боюсь, и начинает махаться. И вот тогда уже идет нападение. А так, когда проходишь свободно мимо, это нормально. Понятно. Вот еще вот последний вопрос. Последний вопрос. Вы сказали то, что собак у человека приманивает адреналин. То есть, это как команда фаз. А что приманивает собаку, когда там едет машина, или велосипед, или там самокат? Скорость убегающая нужно догнать. То есть, это тоже фактически как адреналин? Да, это жертва, да. Ну вот. Да, ну и не забывайте, Лена Владимировна, есть клуб юных собаководов. Будет с 9 января у нас будет клуб юных, ой, с 9 июня будет клуб юных собаководов, где можно прийти и получить все ответы на вопросы, касающиеся по собакам. Все, я побежала туда. Да. На этой приятной ноте и важной, да, практики. К 9 как раз доберусь пешком. Ну, главное, опять же, родителей предупредить, чтобы они знали, что все, Ева уже готовится брать собаку. Спасибо огромное. Да. На этом мы, наша программа. Спасибо большое. Пожалуйста. Всем открывашка на Эхо Москвы. Спасибо, друзья. Всем пока. Детская опознавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok